Госдума продлила срок работы фонда содействия реформированию ЖКХ до конца 2017 года. Одновременно было принято решение об изменении приоритетов в деятельности госкорпорации. Главной задачей становится не капитальный ремонт, а переселение граждан из домов, которые признаны аварийными до 1 января 2012 года. Для этой цели в 2016 и 2017 годах на 10 миллиардов каждый год будет увеличено финансирование из федерального бюджета. Несмотря на смену приоритетов, финансирование программ по капремонту продолжится, но суммы уменьшатся примерно в 8 раз. Кроме того, в будущем году начнут действовать региональные системы капремонта и доля собственников с 5% увеличится до 15%. И еще один важный момент. Если дом признается аварийным, деньги, накопленные собственниками на его капремонт, будут им возвращены.